Рассказать о наболевшем перевозчике и глава города в пятницу встретились на рабочем совещании. Предприниматели поведали мэру, что ездят ивановцы мало. Работают транспортники едва ли не в минус. Владимир Шарыпов отметил, что ситуацию видит иначе. В часы пик автобусы полные, а с утра и вечером их и вовсе не встретить. Сейчас мы видим какую картину. По всем окраинам у нас постоянно люди стоят на остановке. Что утром, что вечером маршрутки проходят не останавливаться. То есть автобусов средней вместимости явно недостаточно. И мы должны переходить на автобусы иной вместительности. Не сошлись во взглядах собравшиеся и на необходимости курсирования по маршрутам удобных инвалидам и горожанам с детьми низкопольных автобусов. Перевозчики рассказали, такие есть, но стоят в гаражах. Дескать, выпускать на рейс их невыгодно. Почему тогда во Владимире низкопольные автобусы каким-то образом сохраняют свой ориентоденции? Если у нас причина в нелегальных перевозчиках, давайте с этим бороться вместе. И мы уже с Угадом и с ГИБДД установочные совещания проводили. Владимир Шарыпов попросил собравшихся выпустить низкопольные автобусы на линии. В следующем году вопрос уже прорабатывается. В конкурсной документации на определение подрядчика пассажироперевозок будет прописана эта просьба, но уже как официальное требование. Обсудили собравшиеся и возможность создания единой диспетчерской службы. Она позволит управлять транспортными потоками, платными парковками и реализовывать программу безналичного расчета за проезд. С 2010 года все автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС, но работает она не идеально. Но на сайте ивгланас.ру эти автобусы отображаются некорректно. Нельзя уточнить такое количество работающих на маршруте автобусов, получить протокол прохождения автобусов через остановки и так далее. Владимир Шарыпов эту проблему предложил решать совместными усилиями. С 1 апреля будет увеличена стоимость проезда в троллейбусах. Повышение оплаты предлагали давно. Первоначально речь шла о 18 рублях за поездку. Сейчас принято решение, что стоимость будет 17 рублей. Владимир Шарыпов отметил, что троллейбус должен оставаться социально ориентированным видом городского транспорта, несмотря на большие финансовые проблемы МУП и ПТ. Отметим, Департамент энергетики тарифов просчитал, чтобы электрический транспорт был окупаем, стоимость одного билета должна быть больше 26 рублей.